Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, Анна Щербакова вошла в рейтинг Forbes. Этери Тутберидзе о парном катании. Татьяна Тарасова высказала мнение об интересе Этери Тутберидзе к работе с парами. Ирина Роднина оценила перспективы работы тренера Этери Тутберидзе в парном катании. Наталья Бестемьянова отреагировала на высказывания российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Нельзя сравнивать олимпийскую чемпионку Алину Загитову с серебряным призером Игр Евгении Медведевой. Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова подвела итоги сезона 2020-2021. Сезон 2020-2021 почти закончен, несмотря на все ограничения, он был очень насыщенным и успешным. И завершился очень значимыми для меня соревнованиями, чемпионатом мира в Стокгольме и командным чемпионатом мира в Осаке. Теперь меня ждет солнечный Ташкент и долгожданный отдых, сообщила Анна Щербакова. В сезоне 2020-2021 Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на чемпионате мира в Стокгольме Швеция и выиграла командный чемпионат мира в Осаке Японии в составе сборной России. Также спортсменка в третий раз в карьере стала чемпионкой России. Чемпионка мира Анна Щербакова вошла в лонглист рейтинга Forbes 30 до 30 в категории спорт и киберспорт. Его героями являются люди, до 30 лет получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне. Также в рейтинг попали трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратный призер игр 2018 в лыжных гонках Юлия Ступак, футболист Алексей Миранчук, хоккеист Андрей Василевский, автогонщик Роберт Шварцман, борец ММА Петр Ян и теннисист Андрей Рублев. Окончательный список будет сформирован по итогам голосования, которое продлится до 30 апреля. Этери Тутберидзе сообщила, что ей будет интересно поработать в парном катании. Проблемы с прыжками у российских фигуристов в парном катании вызывают интерес для работы с ними, заявила Этери Тутберидзе. Ранее Максим Транков, тренер российской спортивной пары Евгения Тарасова Владимир Морозов, сообщил, что его ученики в период выступления в шоу чемпионы на льду тренировались на льду, где работает Тутберидзе. Один из номеров для них поставил хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Ну это интересно, мне кажется там какой-то пробел. Я просто вижу, что парники почему-то, к сожалению, плохо прыгают. И очень много времени тратят на парные элементы, но в принципе, если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы, мне кажется, время ушло вперед, а какие-то пары остались, сказала Тутберидзе, отвечая на вопрос о работе в парном катании. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение об интересе Этери Тутберидзе к работе с парами. — Это очень интересно, мне кажется, Этери Георгий Ивна, обладая таким педагогическим и тренерским талантом, может позволить себе делать то, что она хочет. У нее должно получиться, потому что она очень талантливый и разноплановый человек, ей подвластны любые горизонты. Желаю Этери Георгиевне только успехов. С самого начала тренерской карьеры я занималась парным катанием, а потом сразу танцами, этот вид тогда только зарождался и надо было знакомиться с ним. Потом стала тренировать одиночников, и всегда получала очень большое удовольствие от работы. Если мне хотелось пробовать новое и я понимала, что могу добиться результата, всегда впрягалась в это дело и тренировала. — К слову, не безуспешно и в парном катании, и в танцах, и в одиночном, — сказала Тарасова. Ирина Роднина оценила перспективы работы тренера Этери Тутберидзе в парном катании. — Талантливый человек талантлив во всем. У тренеров не совсем так, на первый план всегда выходит система и методика подготовки, талант — нечто другое. Пока у Тутберидзе есть скамейка девочек, которых она отбирает по всей России, но больше двух-трех сезонов ни одна спортсменка у нее не задерживается. У Тутберидзе есть стабильный результат с разными фигуристками, этого не отнять. Но вот такой последовательной подготовки и стабильности одного спортсмена, как например у Мишина, пока не видно. Станислав Жук занимался и одиночным, и парным катанием, и даже танцами на льду. Не думаю, что если Этери Георгиевна возьмется за пары, то результаты в женском одиночном катании пойдут на спад, — добавила Роднина. Наталья Бестемьянова отреагировала на высказывания российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе о пробелах в парном катании. У кого-то есть пробелы в прыжках, у кого-то нет, тут все скорее индивидуально. Полагаю, в этом вопросе лучше разбираются тренеры, которые занимаются со спортивными парами, лучше обратиться к той же Тамаре Николаевне Москвиной, чем полагаться на мнение очень уважаемого специалиста, который никогда не работал с парами. Конечно, Этери Георгиевна имеет право на свое мнение, но она является тренером в одиночном фигурном катании. Спортивные пары могут стать ее новым началом, у нее может получиться, это даст ей еще один вид, которым она будет владеть. Сейчас в Хрустальном тренируются Тарасова и Морозов, это люди, которые много лет катаются в паре и выступают на высочайшем уровне. Они прекрасно владеют совместными элементами, но проиграли на чемпионате мира из-за срыва прыжков. Возможно, Этери Георгиевна права, конкретно этой паре нужно делать то, о чем она говорит, — сказала Бестемьянова. — Иностранцы, о желании Тутберидзе стать тренером спортивных пар, она права, парам нужно нечто большее. Многие зарубежные поклонники обрадовались тому, что Этери Тутберидзе будет тренировать пары. Вау Этери действительно пришла наводить суету в парном фигурном катании. Этери огонь, она права парам нужно нечто большее. Я думаю, что Тутберидзе права насчет парных фигуристов, и она действительно провидится. Мне нравятся такие люди, и я надеюсь, что она сможет улучшить эту сферу, Этери супер. Друзья, напишите в комментариях ваше мнение об этом. Сможет ли Этери Георгиевна привнести новшество в парное катание. Чемпионка Европы, двукратная чемпионка России и бронзовый призер чемпионата мира в танцах на льду Яна Хохлова поделилась мнением о прозвище российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, а также отметила, что не стало бы сравнивать олимпийскую чемпионку Алину Загитову с серебряным призером игр Евгения Медведева из-за их разного темперамента. За что Елизавету Туктамышеву называют императрицей — потому что она обладает определенным шармом. Можно ли ее назвать шальной? Да, если того требует перевоплощения на льду. Кто лучше перевоплощается и вживается в роль — Евгения Медведева или Алина Загитова. Они разные, и у каждой свой спектр характерных образов. У Евгения и Алины также разный темперамент. Скажу так, интересно было бы посмотреть, смогла бы одна исполнить программу другой. А так сравнивать их не стало бы, — сказала Хохлова. Напомним, Загитова и Медведева тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Они не соревновались в сезоне 2020-2021, Загитова в декабре 2019-го приостановила карьеру, а Медведева восстанавливалась после проблем со здоровьем. На Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 Загитова взяла личное золото — Медведева — серебро. Также они стали обладательницами серебряных медалей в командном турнире. Продолжение следует...